В Ялте продолжается второй международный экономический форум. Сегодня власти полуострова провели деловой завтрак с представителями иностранных делегаций, подписали ряд соглашений о сотрудничестве и обсудили актуальные вопросы, касающиеся развития Крыма. В ходе спортивной секции глава республики Сергей Аксенов подписал соглашение о сотрудничестве между Федерацией спортивной борьбы Крыма и Банком. Стороны договорились о финансовой поддержке спортсменов и тренеров Федерации. Власти республики будут предлагать все усилия для того, чтобы восстановить спортивную инфраструктуру Крыма, отметил Аксенов. Республика будет предлагать все усилия для того, чтобы восстановить спортивную инфраструктуру, которая была утрачена после развала Советского Союза. Будем совместно с федеральными органами власти вкладывать средства, восстановление наших стадионов, спорткомплексов. Уверен, что все у нас получится. Я лично в этом не сомневаюсь. Хочу сказать спасибо Тальменко Банку, который выделяет нам в данном случае для наших спортсменов стипендии по особому направлению. Коллег всех, которые поддерживают нас по всем видам спорта, по направлениям. Это меценатов, которые не безразличны проблемам отрасли и хотят оказать личную помощь нашим спортсменам. Также в ходе форума были подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и Кабинетом министров Республики Абхазия. Говорили также о развитии строительства в Крыму. Представители власти отметили, что эта отрасль является одним из драйверов экономики полуострова. Обстановка Крыму ничем не хуже, чем в странах Европы. Такое мнение высказал Олег Беловинцев на деловом завтраке с представителями иностранных делегаций. Несмотря на все поиски, люди к нам приезжают. И нам очень приятно, потому что есть возможность увидеть собственными глазами, как живут крымчане, какая у нас здесь обстановка. Я вам скажу, я думаю, что те, кто приехал в первый раз, имеют возможность убедиться в том, что и криминогенная, и социально-экономическая обстановка в Крыму ничем не хуже, чем в Бельгии или во Франции. Также второй день форума запомнился вручением сертификатов резидентам свободно-экономической зоны. Напомним, получить статус участника свободно-экономической зоны могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы и состоят на налоговом учете в Республике Крым. Стоит отметить, в рамках Ялтинского международного экономического форума появилась премия. Награда ЯМЭФ будет вручаться ежегодно тем, кто ведет успешный бизнес в таких сферах, как строительство, туризм, сельское хозяйство, социальная сфера и другие. Первые победители станут известны в третьем Ялтинском международном экономическом форуме в 2017 году.